Здравствуйте, коллеги! Давайте начнем разговор о том, как можно провести сегментацию клиентов. Какие для этого используются методологии и как реализовать сегментацию клиентов с помощью программных продуктов клик. Для начала хотелось бы сказать несколько слов о сегментации. Как известно, одной из главных целей маркетинга является выстраивание отношений с клиентами из сегментов, которые сейчас высоко прибыльны или же станут таковыми в скором времени. Поэтому расчет показателей, таких как выручка, прибыль на сегментном или микросегментном уровне является основой успешного маркетинга. Важность сегментации рынка сложно переоценить. Если вы будете работать именно со своими клиентами, то доходность и прибыльность вашего бизнеса будут на высоком уровне. И наоборот, если вы будете слишком много внимания уделять клиентам, которые малорентабельны или вообще нерентабельны, то вы ставите тем самым под угрозу существованию всего вашего бизнеса. В данном видео я хочу рассказать о таком способе сегментации клиентов, как закон Паретто. Как известно, закон Паретто гласит, что 20% усилий дают 80% результата. В части сегментации можно сказать, что, скорее всего, в вашем бизнесе 20% клиентов приносят 80% дохода или даже прибыли вашему бизнесу. И мы сейчас займемся тем, что научимся определять эти самые важные 20% клиентов. Итак, давайте создадим документ QVW и назовем его Паретто. В этом документе мы будем проводить сегментацию нашей клиентской базы. Зайдем в скрипт загрузки и создадим новую вкладку под названием Паретто. Давайте познакомимся с базой данных для нашей сегментации. Итак, мы видим, что источник данных содержит номер счета, дату счета, код клиента, код продукта, количество, цену и сумму реализации. Второй формат в формате Excel содержит наименование контрагентов для наглядности. Начнем загрузку наших данных. А в данном случае для сегментации не важны такие поля, как код продукта, количество и цена. Мы будем сегментировать клиентов по сумме продаж. Так как мы будем группировать наших клиентов в разрезе кода клиента, нам необходимо агрегировать поле суммы. Для группировки данных воспользуемся методом GroupBy и вставим в него все поля, по которым происходит группировка. Переименуем таблицу и назовем ее «Продажа». Загрузим вторую таблицу данных с наименованиями наших клиентов. Следует учесть то, что в двух таблицах не совпадают поля. В одной код клиента, в другой код. Следует преобразовать код таблицы реквизиты в код клиента. Посмотрим нашу модель данных. Мы видим две загруженные таблицы и связь по полю код клиента. Для сегментации клиентов с помощью методологии Паретто, нам потребуется создать такой объект, как прямая таблица. Назовем ее Паретто. Измерением в ней будут являться наименования клиентов. Мерой будет сумма продаж. Нам необходимо вытащить поле продажи вперед и отсортировать по нему по убыванию. Мы видим, что наши данные отсортировались по убыванию в разрезе поля продажи. Добавим меру. Рассчитаем ее как отношение суммы продажи по каждому контрагенту к общей сумме продаж. Для того, чтобы получить общую сумму продаж, необходимо воспользоваться методом Total. Назовем меру доля продаж. Зададим формат чисел. Добавим разрядности к нашему соотношению. Теперь мы создадим меру, которая непосредственно и будет определить те 20% клиентов, которые будут приносить нам 80% выручки. Назовем это поле доля продаж с накоплением. Для его создания можно скопировать поле доля продаж. Видно, что у нас получилась накопленная доля продаж. И каждая последующая строка суммирует предыдущие строки. То есть было у техногамма 9,84% продаж. Вера салон 9,53%. Теперь мы видим, что техногамма 9,84%. Вера салон 9,37% продаж. И дальше идет накопление продаж. Видно, что 80% продаж заканчиваются на компании Rotec. Давайте посчитаем, сколько компаний дают нам 80% выручки. Для того, чтобы понять, какое количество наших клиентов дает нам 80% выручки и какое у нас вообще количество клиентов. Введем новую меру и назовем ее счетчик. Форма будет очень простая. Мы поставим единичку. И поставим радио-баттон в значение Full Accumulation. Видно, что компания Rotec является 22-й компанией в списке. Получается, что 22 компании дают 80% продаж. Давайте посмотрим, сколько всего у нас компаний клиентов. Всего же у нас 198 клиентов. Получается, что даже не 20%, а 10% наших клиентов приносят нам 80% выручки. И наш бизнес критически зависит именно от этих 10%. Нам необходимо максимальное внимание уделять этим клиентам. Иначе мы просто можем обанкротиться. Итак, мы с вами рассмотрели методологию Паретта для сегментации клиентов и рассмотрели наглядный пример, как можно провести сегментацию клиентов с помощью аналитического приложения, созданного на ClickView. Практически в пользовательском режиме. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки. Заходите на мою группу в Facebook и в Telegram.